Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Но только в абсолютно извращенном понимании Столыпин думал отойти от общинного Принципа и создать фактически Новый класс фермеров, насколько мне помнится А господа большевики Взяв тот же самый лозунг Пошли ровно обратным путем По пути колхозов, совхозов и так далее Совершенно справедливое Замечание, но Мне кажется тут несколько Интуитивный будет у меня Ответ Я попытаюсь за сегодня это раскрыть Мне кажется, что Это конечно опять небольшие домыслы И может быть проекция в будущее История не любит Но в целом ощущение такое Что если бы Столыпинская реформа Пришла бы к успеху Или если бы такая же реформа Началась бы раньше И она бы успела до Первой мировой войны Завершиться или быть близко к завершению То большевики, вообще революционеры В широком смысле Они бы потеряли Вот этот рычаг Давления Действия на крестьян Потому что в целом-то Большевики, конечно, сделали колхозы и совхозы Но обещали-то они совершенно другое В 17-м году Они как раз обещали Частную собственность на землю крестьянам Аналогии со Столыпиным Ну Не совсем они то же самое Что Столыпин, конечно, имели в виду И не совсем то, что Они собирались сделать То, что они имели в виду Но в целом Как бы лозунг большевиков Был очень простой Они просто говорили Землю крестьянам Не уточняя, что конкретно За этим лозунгом скрывается Поэтому тут просто сравнивать сложно С одной стороны у нас Какая-то довольно подробная реформа Которая делает какие-то конкретные вещи А с другой стороны просто лозунг Который состоит из двух слов И за этим лозунгом может скрываться что угодно И это как раз самое интересное Что думали крестьяне Под этим лозунгом И почему они за ним пошли За этим лозунгом И что собирались делать большевики И что собирался делать Столыпин Ну и он, собственно говоря, не успел То есть как будто бы, да Эволюция и революция получается Эволюция и революция, да В каком-то смысле Ну вы совершенно правильно заметили Земельный реформ Земельный вопрос в Российской империи Это самый-самый острый вопрос Это вопрос, который бесконечно обсуждается В Государственной Думе Это вопрос, который первый задается Любой политической партии Это вопрос, мнение по которому важно От любого, с каждого следующего премьер-министра Это вообще первое, о чем нужно думать Почему этот вопрос такой важный? Потому что 80% населения Российской империи Тогда крестьяне Которые живут на земле и работают на земле И которые живут в бедности и нищете Если говорить прямыми словами И которые хотят улучшения своего положения Оно зависит от земли Поэтому аграрный вопрос самый важный Давайте тогда пройдемся по суде Столыпинской реформы Но прежде я напомню координаты прямого эфира Плюс 7903-7976-333 Если вы хотите присоединиться к нас У вас какое-то мнение, комментарии Или вы хотите задать какой-то вопрос Андрею Аксенову, который находится у нас на связи Да, Андрей, а вот правда говорят, что Собственно предпосылки все к Столыпинской реформе Еще ВИТа начал собирать и предпринимать И как будто бы это тоже такое было эволюционное движение Постепенное, которое вот в итоге вылилось Именно уже в Столыпинские реформы Ну да, в определенной степени это справедливо Потому что Столыпинские реформы Они не упираются в одну только аграрную реформу У него был довольно вообще широкий спектр преобразований В политическом плане и в экономическом плане И да, начато все это было еще ВИТа В целом можно говорить о такой широкой модернизации страны ВИТа-Столыпина, которая началась с ВИТа И продолжалась Столыпином Это и промышленное производство, это широкая индустриализация Это привлечение инвестиций Это множество разнообразных мер Да, но ВИТа в частности кажется не очень интересовался Земельным вопросом и ничего в его отношении не предпринимал А Столыпин как раз принялся в первую очередь Скорее за решение земельного вопроса Ну и возможно даже ему как бы не очень-то давали Другие вопросы делать, было сложнее их решать Ну и вообще тут можно заметить, что конечно аграрная реформа Столыпина Это такая вещь, которая всех мучает в школах И я вот не знаю, наши слушатели, которые в 9 утра внезапно попадают на такой разговор Возможно несколько обескуражены Но я думаю, что мы не будем их сильно мучить А наоборот расскажем как бы понятным образом Чего это вот так все вообще про это говорят и говорили И заставляют учить нас в школах Вопрос звучать И почему же тогда? Почему так важно? Давайте почему так важно? Мы после небольшого перерыва послушаем мы сейчас, кстати, Вундерхаус Замечательную вещь Аризона Она вышла буквально парочку недель назад Плюс 7903-7976-33 кардинат этой студии Ну да, тут логичнее было уже перерываться Да, 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 конечно Если мы сейчас зайдем туда Сейчас начнем, а полминуты Да, и нам просто не хватит Да, полминуты все, в смысле нет А можно вопросы, Андрей? Конечно Кто по-вашему убил Столыпина? Этот Ну вот из ваших источников, к чему вы больше склоняетесь? Ну, нет, ну я считаю, что в целом нет причин не доверять следственным органам Да, отлично Ну, то есть, это действительно так Следственные органы и судебный суд вообще в российском империи был довольно качественный Там действительно довольно сложная история Потому что Столыпина убил Данила Багров Который вообще-то являлся агентом полиции Действительно Данила Багров Да Данила Багров, да Понимаете, смущает немножко, да? Имя, он же у нас был героем фильма «Брат» Практически тот же самый человек Да, но это действительно, как бы, сомнительная деталь Которая, естественно, рождает большое количество конспирологии Вот И действительно нужно всерьез хорошо разбираться Что там, как произошло Но, в общем-то, сложно себе представить, чтобы Ну, ладно, да, можно представить себе Но, как бы, логика конспирологии состоит в том, что Министерство внутренних дел Которым, по сути, руководил Столыпин Пошло в интригу против Столыпина И одного из своих агентов наняло, чтобы убить Столыпина Это довольно версия сомнительная Но в плане, она требует большого количества твердых доказательств Которых нету, кроме вообще самой идеи о том, что Ну, он же агент полиции Вот В целом это объясняется и другим способом Потому что он не только агент полиции Он еще и агент революции И во время революции было достаточное количество людей Было довольно много Начиная с Азоффа, главы организации террористической Которые одновременно работали и на полицию И работали одновременно еще и на революцию Азофф совершил несколько террористических актов Убил министра внутренних дел Фактически под его руководством Дядю царя И одновременно сдавал полиции людей То есть было довольно много народу которые по разным причинам вынуждены или их, не знаю, провоцировали, или их заставляли работать на полицию в какой-то степени, и одновременно они, допустим, внутренне хотели еще работать на революцию. У многих людей это могло сочетаться в какой-то степени. И кажется, убийца Столыпина находился именно в такой ситуации, и кажется, наиболее вероятно то, что он просто решил восстановить свое честное имя перед своими братьями-революционерами, и после работы на полицию решил вот таким образом убить Столыпина, но ему действительно помогло то, что он был агентом, потому что он, собственно, у полиции попросил билет на вход в театр, где, собственно говоря, и он убил Столыпина, и да, это поразительная ситуация. Нам пора возвращаться в эфир. Очень развернутый ответ. Спасибо большое, Андрей. Вопросов у меня больше не будет сегодня. Хочется в Аризоне, почему? Страдающий рок. Это вундеркорс. В Аризоне там хорошо. Да, там же неплохо. Андрей Аксенов у нас на связи, ведущий исторических подкастов «Закат империи» и «Время – деньг», автор книг по истории, номерный премии «Просветитель» и «Сделано в России». Обсуждаем Столыпинские реформы и пытаемся понять, в чем же их действительно историческая важность. Ну, давайте начнем. Значит, мы один из главных, скажем так, столпов этой реформы было отдать землю крестьянам. Я знаю, что Столыпин даже предполагал выкуп определенных земель у помещиков для того, чтобы крестьяне могли формировать свое хозяйство. И при этом он хотел отойти от общинного принципа аграрной политики. Правильно я понимаю? Все верно. Ключевая вообще деталь. Чтобы все понять, что происходит, давайте я вам вкратце обрисую, что такое крестьяне. Вот они живут в начале 20 века на земле. В какой ситуации они находятся? Они живут действительно так называемыми общинами. Что это значит? Это значит, что, ну, естественно, крепостного права уже никакого нету уже 40 лет как. Крестьяне как бы живут свободно, могут поехать в город на работу, никто их не задерживает нигде, могут пахать землю, что угодно. Ситуация у них такая. Вся деревня, вот представьте, вы живете в деревне, вы крестьянин, в деревне живет, не знаю, 30 домов, вот там вот по сколько, по 7-10 человек в каждом доме. Огромное какое-то поля вокруг этой деревни. И дело в том, что каждый крестьянин, он не является частным собственником какого-то участка земли. Как бы эта деревня, это как будто такое юрлицо, которое совместно владеет всеми этими землями. Они вместе владеют этими землями, а у крестьян, у российских, была просто чудовищная страсть к справедливости, невероятная. Значит, и вот у них земля, земля где-то разная, да, где-то плодородная, где-то песочек, где-то выгул для скота, где-то еще. Как разделить эту землю на всех, чтобы было по-честному, по справедливости? Крестьяне выбирали так, они всю эту землю делили на множество узких полосок. Чертовые полосицы отсюда вот. Да, чертовые полосицы. Да, чертовые полосицы как раз называется, да. Такие узкие-узкие макаронины. И на каждого крестьянина приходилось, там, не знаю, 10-20 узких полосок в разных местах этого поля. И так получалось, как бы на всех земля поделена по справедливости. По качеству она одинаковая. В частности, что это означало, что, во-первых, крестьянин, когда пашет землю, он, как бы, должен с одного участка на другой переходить все время. Он не может на своем участке вспахать. Он вспахал одну полосу, потом он идет куда-нибудь, может, за полкилометра. Во-вторых, он не может сеять то, что не сеют другие. То есть, крестьянин одному пришло в голову, а я вот клевер хочу посеять. Кажется, на рынке он пойдет получше, чем рожь. А вся деревня решила рожь. Ты не можешь, как бы, узкую полоску засеять клевером. У тебя вся рожь соседней убьет полоску. Но что еще важнее, что эти земли периодически переделиваются между крестьянами. То есть, что это означает? Кто-то умер, кто-то родился, кто-то в город уехал. А земля общая проходит 10 лет, собираются все крестьяне на сход и говорят, перемиряем землю заново. И они полностью, как бы, все стирают, заново рисуют эти полоски какие-то и опять делят их между собой на всех. То есть, что это означает? Земля же за ней надо ухаживать, ее надо удобрять. И если ты удобряешь, как бы, землю, полоску, допустим, вкладываешься в свою землю, у тебя хороший урожай с нее идет. Но через 5 лет у тебя будет совершенно другая полоска в другом месте, какой смысл тебе ее удобрять? Никакого смысла ее нет. Нету в этом. Да, но тут есть, как бы, вот такое вот землевладение. При этом факт состоит в том, что на крестьян не хватает, по сути дела, земли. Крестьяне видят это довольно хорошо. Они, вот у их поля, поля вот этой деревни, а за забором у них, скажем, помещик владеет землей. Бывший их, собственно говоря, помещик, но сейчас он сам по себе, отдельное юрлицо. Или какой-нибудь крестьянин разжился деньгами и купил поле частью помещик. Потому что помещики уезжают все массово из деревень, помещик землевладения все время уменьшается. Или купец какой-нибудь купил землю. Ну, неважно. Вот есть соседнее поле. Оно размером с поле деревенское, такого же размера. И там работает, скажем, владеет им один всего лишь человек. Не 30 человек деревни, а один человек. И этот человек удобряет свою землю, во-первых. Во-вторых, он нанимает крестьян на работу. В-третьих, он использует плуги или какие-нибудь современные способы ведения земли. Работы над землей. И у него урожай примерно в 3-4-5-7 раз больше квадратного метра, чем у крестьян. У крестьян очень плохая урожайность из-за всего, что я описал. На соседней частной земле хорошая урожайность. При этом на соседней частной земле всю эту землю может обрабатывать 3-5 человек нанятых. Потому что их достаточно. А вот это деревенское поле, им его 30 человек, допустим, убирают, сеют. И в результате весь урожай делят на 30 человек, а на соседнем поле делят на 5 человек. Вот. С одной стороны, да, государство хочет, чтобы эффективно земля вспахивалась, чтобы было много урожая, чтобы можно было продавать за рубеж. С другой стороны, да, хочется, чтобы справедливость была крестьян. Но крестьяне обо всем этом не задумываются. Они видят только одно, что у них урожай маленький, что им еле-еле этого урожая хватает до следующего года. Это действительно так. То есть, как бы, бывает такой час, что в марте кончается еда просто все у крестьянина. И он отправляет свою жену и детей в кусочки, так это называется. То есть, они ходят по соседним деревням и просят кусочки хлеба. И на этом, как бы, выживают день до апреля, до мая, когда идет первый, там, что-то можно снять. Вот. И вот еле-еле они выживают. А при этом они смотрят, вот у нас земля, ее мало, всех этих полосок, плюс у нас рождаются дети с каждым годом, еще меньше и меньше этой земли. А за забором огромное поле, а владеет им один человек, а нас 30, 40, 50. И крестьяне видят простое решение проблемы. Нам земли не хватает, нам еды не хватает. Мы все, как бы, делим все по справедливости, а за забором несправедливо. Поэтому решение простое. Надо всю землю в Российской империи, такая вот у них идея, у крестьян. Всю землю в Российской империи, вся какая ни на есть, все это надо забрать у всех и поровну на всех разделить. То есть, точно так же, как мы свое деревенское поле делим на всех каждые 10 лет, надо всю Россию также переделять между всеми, кто на ней работает. По-честному, по справедливости. Все-таки Шариков самая популярная должна быть фамилия в России, а не Иванов. Это доходило до абсурда. Действительно, много свидетельств есть о том, что крестьяне, допустим, вот они работают на поле и видят, к старости, допустим, или помещику, или еще кому-нибудь, пришла какая-нибудь бумага из центра. И они сразу же бросают работу, собираются у себя в центре деревни, начинают обсуждать, потому что это бумага, это царь приказал делить землю наконец-то. Крестьяне абсолютно убеждены, что царь много раз уже приказывал землю всю в стране поделить, но злые, значит, дворяне или кто-то там эту бумагу скрывают. Они периодически поднимаются на бунты, потому что они уверены, что все это давно уже сделано. В общем, они не верят никому, они ждут черного передела. И что тут еще можно добавить, что, собственно говоря, в 17-м году одна из причин произошедшей революции, и тогда же шла война, огромное количество крестьян сидят на фронте, а в 17-м году уже всякая пропаганда социалистическая, и крестьяне начинают понимать, что сейчас там революция, царя свергли, а значит, что будет происходить сейчас? Будут делить землю. Мы ждем этого уже веками, ну, типа, сто лет точно. Деды наши про это говорили, что землю будут делить. И к ним приходят социалисты, некоторые говорят, землю крестьянам, например, они думают, вот, умные люди к нам пришли. Что начинают крестьяне делать? Они бегут с фронта. Весь 17-й год, начиная прямо с марта и уж в конце осени уж точно, они массово бегут с фронта, потому что землю будут делить. А если ты не убежишь, то землю поделят без тебя. Вот и все. И крестьяне бегут, а когда они потом понимают, что разруха началась, и что их никто не ловит, они начинают бежать просто массово. Это одна из причин важных, почему фронт рухнул. Собственно говоря, да, идея Столыпина. Вот у нас есть две идеи, как бы. Одна идея крестьянская, всю землю поделить. Вторая идея была идея Столыпина. По-крупному, в чем идея состоит? Идея состоит в том, что надо дать каждому крестьянину его частный кусок земли, за который он будет отвечать, который он может удобрять, например, или который он может продать, если он не хочет им владеть. Потому что крестьяне в деревне не могут продать свою долю. Так это не работает. Крестьяне не владеют землей. Он может уехать из деревни в город и забить на свою землю, ее переделят между другими. Но он не может ее продать. Столыпин хочет, чтобы у каждого крестьянина был свой конкретный кусок земли. Если ему не нравится, он ее продает за живые деньги. Если нравится, он на нем работает. Если он плохо работает и не вывозит, тогда он вынужден свою землю продать соседу и уехать устроиться на завод. Если он хорошо работает, он прикупит соседнюю землю и как бы дальше будет идти вот этот частный бизнес. Это, конечно, очень суровая реформа, потому что, по большому счету, все придет к тому, что огромное количество народу потеряет землю, они обеднеют, потому что нужно самому будет работать на земле. Кто-то, значит, будет голодать, кто-то уедет в город в чудовищных условиях работать на заводах. И за счет этого будет, собственно, расти индустриализация и производство, как это везде происходит. Большое количество народу из деревни приезжает в города, появляются заводы, все работает. То есть это суперкапиталистическая, жесточайшая реформа, которая в результате, через 50 лет, приведет к общему процветанию. Да, все правильно. Но, как бы, в любом случае, его идея такая. Нужно каждому крестьянину дать кусок земли, которому он будет распоряжаться сам. По-крупному его идея такая. Да. И, собственно говоря, к чему он хочет привести в результате, что на протяжении 20 лет у нас появятся частные владельцы земли, вот эти крестьяне. У кого-то будет большой кусок земли, у кого-то небольшой. Кто-то будет клевер там сажать, а кто-то будет сыр делать. Не знаю, что-то такое. Но, вот условно, да, если представить, идет какая-то война, и социалистические агитаторы, ну, они все это время были, будут приходить к крестьянам и говорят, надо всю землю делить. Крестьяне уже не захотят ее делить. Потому что половина из них будет в городе сидеть, на заводе работать, и не хотеть в деревню. А вторая половина скажет, а что это я буду ее делить? У меня моя земля, она нехорошо работает, я в нее вложился, я ее удобрил. Что это я буду ее делить с кем-то? Вот, собственно говоря, задача Столыпина была превратить крестьянина из безответственного такого, как бы, сельского жителя, от которого ничего не зависит, в мелкого капиталиста, который будет владеть своей собственной землей, и сам за нее отвечать, и сам поймет, в чем здесь суть. И, собственно говоря, давление на Столыпина было с двух сторон. С одной стороны, со стороны социалистов, которые не нравилось частное предпринимательство и капитализм, они хотели как бы общественность. А с другой стороны, на него давили, как бы, более правые, как бы, славянофилы, которые считали, что если он привнесет вот это европейское, знаете, частное предпринимательство и бизнес на нашу родную богоспасаемую землю, то у нас будет страна уничтожена, потому что у нас, как бы, самая суть нашей страны, это вот в том, что у нас крестьяне такие честные, справедливые, общинники, верят в Бога, а это все разрушит нашу страну. А он, как бы, подвергался атакам, получается, с двух сторон. Если интересно, можем дальше обсуждать, как он конкретно, и что конкретно пытался сделать. Но самая суть его идей, она вот, собственно, такая. Нет, мы будем, интересно, конечно же, что он делал. Но интересно и другое. Ведь в тот момент его реформы были неизбежны. Тогда назрело, мне кажется, или все-таки можно было подождать. Он выступил эдаким революционером со своей реформой. Кажется, поздно было, да. Или уже поздно, может, было. Да, 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 уже было поздно. На самом деле было поздно. Надо начинать было как минимум лет за 10. На самом деле в Столыпинской реформе нет ничего такого сверхъестественного. Этот этап проходили более-менее все европейские страны до этого. Потому что в той или иной форме закрепощение на земле было у всех европейских стран. И во многих странах было общинное землевладение. И многие страны прошли через этот этап, когда земля передается в частную собственность крестьянам. Крестьяне сами на ней что-то делают. Где-то в Дании, в Германии это происходило. И реформа Столыпина тоже. Она была во многом ее взяли за рубежа, посмотрели, как там что работает, как что не работает. И продолжили делать в России. Тут дело-то вот в чем было. Эту реформу оттягивали. С одной стороны, да, действительно, она запоздала. Это правильный ответ. Почему она запоздала? Почему ее оттягивали? Помимо того, что просто сложная реформа. Это вот это устройство общинное, оно было довольно удобно для государства. В плане налоги собирались точно так же с общины. И ничего делать тут не надо было особенно. То есть вот как бы из центра, из губернанского города приходит раскладка на деревню. Говорят, вы должны все вместе вот столько денег нам дать. И деревня сама между собой решает, кто сколько скидывается. Но они, естественно, стараются скидываться поровну. Вот. Тебе не нужно ничего думать. Тебе не нужно каждому как бы считать, у кого какой кусок большой-маленький. Высчитывать размер налога. За каждым отдельно гоняться. Деревня ответственна за все. Если деревня не оплатила, то виноваты все. И активно. И ответственность тоже коллективная накладывается. То есть там богатые будут скидываться за бедных, а потом бедных закабалять. Как-то сами они все будут решать. Нас-то не будет беспокоить. Это значит, что у нас, во-первых, волокиты бумажные мало. В смысле, с точки зрения государства. Во-вторых, нам чиновников нужно мало. А если мы все вот это вот сделаем и вернем в час, нам нужна будет куча чиновников. Нам нужны вот эти налоговые ведомства. Нам нужны ведомости. И это все требует средств, силы и всего такого. И хочется это сделать попозже. То есть в целом логика такая была. Ну и сложно начинать. Но да, на самом деле опоздали, очевидно. Потому что эта реформа шла, ну как бы хорошо. Естественно, быстро ее не сделать. И в результате, ну вот к 17-му году не получилось создать вот этот вот класс частных капиталистов мелких на земле, которые не хотели бы революции. Вот это вот грустно. Крестьяне все еще хотели делить землю. Вот. Поэтому да, очевидно, она опоздала. Это вот грустно. Андрей Аксенов, напомню, на связи со студией Серебряного дождя. Это плюс 79037976333 его координаты. Обсуждаем реформу Столыпина и бизнес-новости по Серебряным дождям. С нами, да? Да, я тут. Привет. Привет-привет еще раз. Андрей, а мы вот еще хотели сразу следующую тему закинуть. Если вы сможете ее нам немножко разложить. Мы тут просто что-то задумались про Антоновское восстание поговорить в 20-х годах. Насколько вы сможете нам его немножко разложить? Ну, это выходит за пределы моей, как бы, компетенции. Ага. Но Антоновское восстание тоже запоздало, как и реформы Столыпина. Это понятно, да. Да, но это крупнейшее крестьянское восстание, которое возникло в основном по Тамбовской области и по соседним областям. Тут надо сказать, что Тамбовская область и Саратовская область – это области с самым тяжелым положением крестьян. Это как раз где, с одной стороны, кажется, что там плодородная земля. Собственно, не кажется, да, там так и есть. Да, чернозем. Да, но и вроде бы должно, наоборот, хватать. Но там как раз было очень много крестьян. И вот эта ситуация с Чересполосицей и с нехваткой земли, малоземельем для крестьян, как они называли, была очень острой. Собственно говоря, Столыпин, перед тем, как стать министром внутренних дел, он был губернатором Саратовской области. И прекрасно все это видел своими собственными глазами, как это все работает и почему это тяжело. И эта губерния, кстати, была одной из самых опасных мест в 1905 году. Там шли поджоги усадеб, там вообще было очень много волнений. Столыпин тоже с этим довольно хорошо справлялся, поэтому его как бы подняли наверх. И опять я вернусь к кантомскому восстанию. Просто это важно, мне кажется, для понимания Столыпина. Дело в том, что до того, как он был в Саратовской губернии, он был губернатором в очень маленькой Гродненской губернии. Это на самом западе империи, это сейчас Беларусь. И вот в Гродненской губернии как раз не было общинного землевладения. И он как бы посмотрел, как крестьяне работают, когда они частно владеют землей. А там белорусские крестьяне, польские крестьяне. Потом он переехал в огромную, очень тяжелую, которая производит огромное количество зерна. Она кормит фактически полимперии. Саратовская губерния там через полосица сплошная. Он посмотрел, как там работает, как там бунтует. И после этого это, кажется, ему дало дополнительный стимул и импульс делать его реформу. Так вот, мы берем вот эту Тамбовскую губернию, все такое. Идет гражданская война. Гражданская война, по сути, как кажется, из Москвы закончилась, потому что белые разбиты. И Деникин, и Врангель, все, они уже как бы уплыли через Черное море в Константинополь. И кусают себе локти где-нибудь там в Константинополе, в Стамбуле, в эмиграции, все такое. И большевики начинают активно проводить собственные реформы. Ну там даже еще дело не до реформ доходит, дело, похоже, что доходит просто до реквизиций. И крестьяне, которые, с одной стороны, не хотели воевать за белых, потому что белые что-то непонятно им говорят о будущем, а соглашаются с властью большевиков, которые им говорят землю крестьянам, сталкиваются с тем, что к ним приходят вооруженные отряды и принудительно отбирают урожай. И крестьянам это не нравится. И они начинают восстание, собственно говоря, во главе у них был Антонов. И восстание было настолько массовым и крупным, что у них были как бы аэропланы, они даже использовали в какой-то момент, и бросали газовые... А, газовые бомбы, это уже большевики на них бросали. Да, 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 у них же там было с оружием, который испытали на своих же впервые, по-моему. Да, 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 ну, в общем, да, это было супермассовое восстание, оно было связано с тем, что большевики почувствовали силу, они поняли, что победили и решили круто взяться за реквизиции зерна, вот, и наткнулись на сопротивление крестьян. И, да, но, как бы, это было уже поздно, и, собственно говоря... Хотя крестьянам-то было уже все равно. Что раньше надо было думать, мы вам обо всем этом говорили, надо было присоединяться к белым. Когда мы вас звали, как бы, воевать, идти на Москву, вы говорили, вы белые непонятные, мы за красных, вот, против царя и хотим землю, которую нам обещают. Мы вам обещали, что вас обманут, и вот вас обманули. Ну, да, но, собственно говоря, крестьянское восстание, это было обречено на неуспех, потому что красная армия очень-очень сильная к этому моменту, она опытная, она имеет много вооружения, она победила белых, у нее нет других врагов, и поэтому, конечно, да, они победили это восстание, но восстание было супермассовым, вы зажали, но это вот, как бы, вкратце. Ну, вкратце, да. А мы сможем все-таки программу прям вот этому посвятить, и, может быть, даже по другим подобным вот инцидентам пройтись, не знаю, там, Махно пощупать чуть-чуть, там, вот это все. Махно, кронштадтское восстание тоже суперинтересное, потому что кронштадтские матросы, это, собственно говоря, основа революции, претерианцы революции, люди, благодаря которым власть была захвачена в Петрограде Лениным, и тут эти люди восстают против Ленина, собственно говоря, потому что говорят, что все, что он делает, не согласуется с тем, что обещали они, и коммунизма что-то не видно. Да-да-да, там много интересных штук, мы можем на все это перейти, но я предлагаю, на самом деле, вернуться к Столыпину и поговорить, например, может быть, не только о его аграрной реформе, а о его знаменитых галстуках. Но это вот сегодня вы имеете в виду или в следующей еще программе? Нет, сейчас у нас время. А, ну сейчас, да нет, сейчас, естественно, мы про Столыпина продолжаем, это я имею в виду уже следующие программы, например, одну из них посвятить Тамбовщине, если можно, потому что просто такое ощущение, что все вообще забывают иногда о том, что это было, в принципе, это ведь правда такое крупнейшее событие, там очень много всякого происходило, а все как будто бы даже и не в курсе. Это правда. Я был в Тамбове в музее, в местном, и там, конечно, есть экспозиция небольшая, посвященная Тамбовскому восстанию, она совершенно советская, кажется, осталась с тех времен, что вот, значит, контрреволюционеры, белогвардейцы, монархисты, японские шпионы, значит, подняли восстание против народной власти, но мы его, слава богу, подавили. Вот примерно в таком образе там все это дается. А я вот как раз тоже почему вспомнила, мы просто ездили как раз в Краснодарский край через Тамбовскую область и проезжали вот в ту деревню, где Антонова, собственно, застрелили, вот когда он там уходил как раз уже от преследователей. Вот, и просто вспомнилась почему-то вся вот эта история и подумалась, а почему вот никто вообще даже не знает, что там было, а было же такой крупный замес действительно. И хочется как-то побольше об этом вообще узнать. Это не стоит понятным причинам, потому что для советской власти это было крайне невыгодное восстание. Вроде крестьяне, ради которых голосуют как бы декларативно, все, собственно, делается, массово восстают против центральной власти, причем это явно не белый... В каком? Это утро под серебряным дождем. И Андрей Аксенов у нас на связи, ведущий исторических подкастов «Закат империи. Время. Деньги», автор книг по истории и номинант премии «Просветители. Сделано в России». Обсуждаем Столыпинские реформы, в том числе вместе с вами, уважаемые дамы и господа, плюс 79037976333, координаты этой студии. Я хотела, да, коротенько спросить, можем ли мы считать, что вот, так скажем, не успех, и то, что не довели до конца Столыпинские реформы, стало вот именно той точкой невозврата, которая на нашем обществе до сих пор отражается, потому что у нас так и не сформировалось понятие частной собственности, и как бы от чего идет, естественно, не успех и предпринимательство, и вообще всего, по-моему, что у нас сейчас есть. И фермерство не зародилось, потому что именно понятие фермера, мне кажется, пытался вести господин Столыпин. Я абсолютно с тобой согласен. Ну что скажет Андрей? Да, я согласен с этим. Ну, единственное, что сейчас-то у нас прошло 70, сколько там, с лишним лет советской власти, которые все, как бы, частное предпринимательство выветрило из головы, так что, мне кажется, это не то, чтобы Столыпин как бы поздно начал, а то, что все-таки 70 лет мы никуда не денем из нашей культуры и истории. Да, но, конечно, да, то есть вся идея была Столыпина в том, чтобы сделать, как бы, такое современное капиталистическое государство по образу западных государств, демократии, не только демократии и так далее. Да-да-да, это все, конечно, в ту же сторону двигалось. Андрей, простите, может быть, за глупый риторический вопрос, но мне всегда была непонятна одна вещь. С одной стороны, я понимаю, почему крестьяне отчасти, ну, в каком-то смысле, противодействовали этой реформе вследствие, наверное, непонимания их сути. Но вы говорили, что были те люди, как бы, сверху, которые тоже не хотели отходить от общественного строя. Но, мне все же непонятно, причем, почему при всей прогрессивности реформ его в итоге Петра Аркадьевича так и не поняли, и в конечном итоге убили наглым образом. Почему же не был понят и своим народом? Ну, народ, вообще, честно говоря, если мы возьмем народ, в плане 80% населения крестьян, из которых 2 трети не умеют читать, то сложно ожидать от них, что они будут что-то понимать. В общем, никто от них этого не ожидал. Не донесли просто правильно. Это довольно сложный вопрос. Но, действительно, если мы взглянем на Российскую империю глазами, скажем, вот таких, ну, как их называют иногда славянофилов, то есть, как бы, противников западного развития государства, то есть, есть условно люди, которые говорят, давайте делать, как в Европе, частные предпринимательства, инвестиции, там, не знаю, железные дороги строить. Этому было всегда довольно мощное противодействие, в том числе и постройки железных дорог. Если мы откатимся совсем далеко, во времена Николая Первого, железные дороги многие говорили, что строить не надо. Почему не надо строить? Ну, потому что у нас начнется мобильность населения, население будет ехать в города, устраиваться на заводы, начнется вот этот вот капитализм. А что такое капитализм? Это сплошная спекуляция, сплошной обман людей. И, конечно, на Западе, может, и хотят двигаться в эту сторону, но совершенно не факт, что это успешная стратегия развития. Сейчас нам из 21 века, конечно, кажется, что другого варианта для государств в 19-20 веке не было, но тогда это было будущее. Будущее было открытое. Люди говорили, ну вот посмотрите, как там живут рабочие, как бы, на Западе, это же полный ужас и кошмар. А у нас все-таки люди на природе. И потом еще православие. Все такое. Может, нам не надо двигаться в эту сторону, а надо, наоборот, двигаться по своему собственному пути, вот развивать сельское хозяйство, общинное землевладение. Может, экономически мы и будем отставать, но при этом у нас будет какая-то другая своя сила, которая позволит нам соревноваться с государством. Это была ошибочная точка зрения, но она была, и она была как бы... Доминирующей. ...во власти в том числе, или, допустим, каких-то гравардейских офицеров, родовитые аристократии. В общем, такой консерватизм. Консерватизм в Российской империи, он был в том числе такой, который защищает в том числе общину. Вот, конечно, это страшно слышать про это консерватизм. Получается, что социализм здесь, на этой части суши, он как бы в крови. Он выращивался там, где, казалось бы, расти не мог. То есть во времена самодержавия люди... Ну, может быть, хотя это в том числе тоже есть логика, что они поэтому и стремились к какой-то вот такому вот... С одной скрепности, а с другой стороны социализма. Не образованности, скорее, а не образованной толпой легче управлять. Вот именно. Совершенно верно. Это же предмет огромной дискуссии советских, хотелось бы сказать, российских социалистов непосредственно с Марксом, который... Маркс же, он как говорит, вот есть аграрные страны, потом, значит, начинается индустриализация, крестьяне переезжают в города, становятся рабочими, видят на своей шкуре все, как бы, прелести, в кавычках, капитализма, и начинают бороться за свои права, происходит революция. Вот такой путь все государства должны проделать. А, собственно говоря, российские социалисты, ему говорят, дорогой Маркс, ну вот посмотри, Россия отличается от всех остальных стран, у нас уже есть коммуны, у нас все крестьяне живут в коммунах. Поэтому, может быть, и нам, и не надо проходить через вот этот этап индустриализации, может быть, мы сразу от вот этого коммун, коммунистического, фактически, всеобщего владения землей, сразу перейдем в социализм. И Маркс долгое время говорил, нет, как бы, это все не по теории, все это, а российские социалисты говорили, начали говорить в какой-то момент, ну, Маркс тоже, у нас, знаете, не, как бы, не апостол с неба, он ошибается, а у России свой путь. То есть, в целом, та же самая фактически идея, что и у консерваторов, которые считают, что свой путь с общинным землевладением и православием, российские социалисты, которые в основном народники, они говорят, а у нас свой путь, у нас, как бы, вот такой красный социализм деревенский тоже. Это довольно удивительным образом, вот эти края спектра начинают между собой сочетаться. Свой путь, да, до сих пор. Прошло 150 лет, да, почти? Вот я тебе и сказала, что это точки невозврата практически. Абсолютно. Ну, давайте немножко к Столыпину вернемся, мы в перерыве с Андреем тоже разговаривали, и он сказал, что нужно еще обязательно обоговорить Столыпинские галстуки, так называемые, наверное, да, стоят. Слушай, Столыпинские вагоны, там можно... А судебные реформы, господин Столыпина, это тоже отдельная, собственно говоря, песня? Ну, давайте про галстуки. Ну, кстати, про Столыпинские вагоны, тут надо сказать, что частью, одной из частью аграрных реформ Столыпина было, собственно говоря, переселение крестьян в Сибирь и поощрение переселения крестьян в Сибирь, и при Столыпине, вот, в его, собственно говоря, аграрные реформы были разработаны специальные вагоны, он был такой вагончик, теплушка, фактически, Но специально оборудованный, разделён на две половины, в него можно было поставить корову, лошадь, там стоит печка, лари, куда можно засыпать свою рожь, сено, всё положить. В каждый вагон помещаются две семьи, и в этом вагоне они могут с поддержкой государства, всё субсидируется, переехать в Сибирь, там получить кусок земли и, собственно говоря, там жить. Это и есть Столыпинский вагон, который начали активно использовать в советское время для перевозки арестантов, потому что он оказался для этого очень удобным. Именно в советское время Столыпинский вагон приобрёл коннотацию, что там перевозят арестов на плютённых в Сибирь. Так-то он предполагался для того, чтобы переселять крестьян в Сибирь, чтобы они там осваивали земли. Для счастливого момента. Да, но давайте галстук, собственно говоря, перейдём. Столыпин пришёл к власти в турбулентное время, то есть у нас в 905-й год произошла революция, царь согласился на создание парламента Государственной Думы. В 906-м году, в конце апреля, Государственная Дума впервые собирается, начинает заседать. Государственная Дума очень сильно оппозиционна к царю и одновременно с этим приглашает Столыпина на должность министра внутренних дел. Это очень-очень важная должность, это не только силовики, это ещё куча всего. В Министерстве внутренних дел назначаются губернаторы, ну в общем, это реально, оно занимается не полицией, а всеми внутренними делами империи. Очень важная должность, третья, наверное, в стране после премьера и императора. Вот, появляется Первая Государственная Дума, Государственная Дума очень оппозиционна, продолжаются на улицах, хотя они начинают потихоньку утихать, но противостояние уличное продолжается. Государственная Дума как бы ведёт за собой улицу, а на улице продолжают, собственно говоря, теракты, бои, демонстрации, убивают полицейских на улицах, нападают на чиновников, то есть идёт реально террористическая война. Государственная Дума идёт как бы в авангарде этой террористической войны, они не говорят прямо, что да, мы за террор, но они говорят, что народ возмущён, конечно, царь дал нам свободу, но свобод недостаточно, мы хотим большего. В частности, они хотят, чтобы министров выбирал не царь, а чтобы Государственная Дума выбирала министров, так, чтобы народ избрал парламент, парламент избрал министров, и мы теперь управляем государством. А царю кажется, что это перебор, царским министрам тоже кажется, что это перебор. Вот, и впадают в клинч, ничего невозможно сделать, Государственная Дума не принимает ни одного закона, Госуправление просто как бы в тупике в абсолютном, ничего не работает, на улицах продолжаются беспорядки массовые. И, значит, эту Государственную Думу было решено разогнать, у государства-императора была такая возможность, ее разгоняют, эту Думу, и одновременно Столыпина ставят премьер-министром, и дают право управлять государством. Пока, вот, происходит большая полугодовая пауза, потому что сначала сделали паузу, потом выборы, потом то-се, Второй Государственной Думы пока что нет. Первое, что делает Столыпин, он пытается найти компромиссы с оппозицией. Он идет к либералам и говорит им, слушайте, ну мы не можем вам отдать всю власть в ваши руки, но давайте сделаем коалиционное правительство. Половина будет ваших, половина будет из бюрократии. И мы, как бы, с одной стороны, не готовы вам полностью в руки власть отдать, но с другой стороны, готовы частично вашу программу перенимать, давайте, как бы, вот так вот сделаем. Вот, и они пытаются, Столыпин пытается большое количество людей туда вовлечь, в частности, не только вот этих оппозиционеров из Госдумы, но разных общественных деятелей уважаемых, которых уважают в обществе. И все Столыпину отказывают. Отказывают по разным причинам. Есть некоторые люди, которые, например, готовы идти в правительство, но они понимают, что если они пойдут, то вся медиа, вся общественность прогрессивная, все их, как бы, втопчут в землю и испортят их напрочь репутацию. Они не готовы распрощаться своей репутацией. А есть люди, которые, как бы, думают, что мы еще чуть-чуть наддавим и будем правительство выбирать сами. Что нам сейчас идти на компромиссы, если еще чуть-чуть, и мы сами будем правительством. Так что, в общем, никто со Столыпиным не идет, ну, то есть на диалог идут, договориться ему ни с кем не получается. Коалиционное правительство не работает. Он понимает, что ему не получится сделать это, и он составляет свое собственное правительство из, как бы, бюрократии, естественно, промонархической. Вот. И начинает делать свои реформы, собственно говоря, вот уже осенью 906 года он начинает, он запускает уже первые вещи с аграрной реформы, хотя революция продолжается все это время. Тут еще происходит важное событие. В августе того же 906 года, в промежутке, пока нет Второй Думы, до Столыпина совершают террористический акт, взрывают его дом на Каменном острове, в котором он живет и принимает посетителей. Там погибло несколько десятков, кажется, человек. Пострадали родственники Столыпина. Там дочь, по-моему, Столыпина выбросила взрывной волной с второго этажа или сына, и он ломает ноги. Но Столыпин выжил, он не пострадал. Его там закрыл толстый стол. Спустя неделю после этого теракта Столыпин объявляет о том, что по стране вводятся военно-полевые суды. Я не склонен связывать напрямую эти два события, потому что все дело к тому шло. Но, возможно, это немного подлило масло в огонь. В чем, собственно говоря, суть? Столыпин видит, что государство находится в полном хаосе, что на улице реально идет террористическая война, что убивают царских чиновников, а остановить это не получается никак. В частности, потому что в Российской империи работают суды. Ой, у нас очень мало времени, поэтому постараюсь супербыстро. Работают судебные системы. Судебная система либеральная, справедливая. В основном там суды присяжных. Они оправдывают много народу. Поэтому очень сложно, допустим, посадить каких-нибудь зачинщиков погромов. Или вот крестьяне сожгли усадьбу. Приходят, приводят их в суд. Суд спрашивает, ты поджег усадьбу? Крестьяне говорят, не я. И так все 30 человек. Мы не можем посадить. Ну, кто-то из них поджег, но мы не знаем, кто. Мы не можем невиновных посадить. Мы не можем. Ну, доказательств нету в виновности кого-то конкретного. Нету. Значит, отпускаем их. Собственно говоря, и они суды все это решают медленно. В итоге, как бы, ничего не получается. Плюс еще суды либеральные и сочувствуют революционерам. Столыпин вводит военно-полевые суды. Тоже законодательство позволяло ввести там чрезвычайную ситуацию в регионе. Ввести там военно-полевые суды. И офицеры буквально за три дня, безо всякой процедуры, ну, как бы, по процедуре, но по очень короткой, без защитников, без всего, очень быстро решают вопросы, как бы, там, насилия. И приговаривают к казням. Просто начинают массово приговаривать к казням. И в течение нескольких месяцев буквально страна успокаивается после этого. Террористические акты прекращаются. Поджоги усадьб прекращаются. Ну, как бы, кризис продолжается. Но, по крайней мере, прекращается уличная война. Эта война была затушена, ну, массовыми репрессиями. Вот так надо прямо сказать. По приговорам военно-полевых и военно-окружных позже судов, в результате было приговорено к смерти около пяти тысяч человек. А реально расстреляно, ну, по-моему, меньше двух тысяч. Но это мы сейчас, как бы, на опыте всего 20 века, нам кажется, что это немного. Но за предыдущие сто лет таких казней не было. Это больше, чем, там, в пять, в десять раз превышает все казни, которые были за предыдущие сто лет. Андрей, вы у нас пропали. Что-то у нас получилось. Андрей, спасибо большое. Слушайте, у нас вот как обычно, когда подходит к концу, Андрей Аксенов был на связи с Серебряным дождем, ведущий исторических подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Явтор «Крик по истории» и номинант премии «Просветитель» и «Сделано в России». Это ты его, что ли, брал? Нет, а что у нас произошло? А что у нас произошло? Андрей? Андрей? Да, 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 я тут. А вот сейчас, в какой-то момент вы просто закончили. Просто раз, тишина у нас пошла. Последние ваши фразы, да, не слышали. Я поэтому, собственно говоря, ушел. Давайте сделаем сейчас так. Ну, мы, в принципе, уже попрощались же с Андреем, как бы, да. Да, непонятно, непонятно, попрощались, да. Но можно выйти сейчас на минуту, если за минуту подвести итог столыбинских реформ. У нас 4 минуты будет, если что. Сколько будет минут? Ну, всего 4 минуты. Ну, давай, да, не будем тратить. Если мы за полторы-две минутки можем, как бы, закончить? Да. Да, я попробую, как бы, как бы, подытожить. Хорошо. Давайте подытожим. Потом анонсируем Витю. У него сегодня, ну, все про образование. Андрей, а вообще, как вот оценивают вот эти галстуки сейчас уже, вот, по прошествии времени? То есть, что это все-таки была, так скажем, нужная какая-то штука, которая действительно помогла вот с этим справиться и загасить? Или все-таки это действительно репрессия, и это такое темное пятно вот на столыбине? Ну, массовые репрессии — это всегда темное пятно. Но, окажется, тогда были просто безвыходные ситуации для правительства. Ну, собственно говоря, там по количеству жертв примерно равны. По количеству людей, которых убили революционеры, и по количеству людей, которых убили военно-полевые суды, они примерно равны. То есть, там все, как бы, замазаны в краи доверху. Ну, как бы, это невозможно смыть с человека. Столыпин, я думаю, что он совершенно не рад был этой роли. Которую он взял. Но он, по крайней мере, просто был, наверное, единственным человеком, кажется. Кто был способен, да? Который был взят на себя ответственность за это. Вы знаете, что вспомнилось? Я не знаю, исторически ли это был факт или нет, но, по-моему, когда Александра Третьего, бомбист, прибил, Александра Второго, не помню. Второго, по-моему. А он к нему, когда он еще был жив, он к нему подошел и говорит, ну, за что? Вот за что же вы меня так не любите? Он говорит, просто потому, что ты царь. И все. Хотя, казалось бы, он же я отдал вам свободу. Он говорит, ты царь. И вот, конечно, тогда же был разгул, который начался вот еще в середине 19 века и продолжался фактически. Это же темное время в России. И вот, верно, там же постоянно был терроризм. Вот эти бомбисты были. Там постоянно кого-то нападали. И, наверное, просто Столыпин, доведя, дойдя уже до абсолюта, решил, что нет, уж надо действительно тогда как-то решительными мерами что-то делать. А там вот просто интересно вот... Защиту Столыпина можно сказать, что он старался. Он действительно хотел договориться. И когда он понял, что договориться невозможно, он выбрал силовое решение и взял на него, за него ответственность, на себя. В целом, за это он заслуживает уважения, естественно. Ситуация, которая привела к массовым репрессиям, в ней виноваты не только царское правительство, а революционеры тоже. Нельзя складывать ни с кого ответственность. Но просто вся ситуация сама по себе, она, конечно, ужасающая. И там виноваты как бы все, начиная с Николая Второго, который тормозил с реформами, с его отца, и заканчивая последним социалистом, который выходил на улицу и кидался камнями в полицию. Мне, в общем-то, в этом плане очень кажется, что Столыпин похож чем-то, наверное, Маргарет Тэтчер, которая тоже была жесткой женщиной, которая до сих пор даже после смерти достается, но при этом она была сильнейшим политиком. Да. Сколько на нее выливали, но сколько она сделала для Великобритании. Хотя, конечно, тоже кровью часто. Да, но ее реформы, ну как извини, эрегономика в Америке. Ну там, конечно, не было такого же, другое время было. Но то же самое, Рейгана считали, о, актер пришел, дебил, что он понимает в экономике-то, сейчас все его реформы. А что он-то на самом деле привлек просто людей. Время, ребят, время возвращается. Давайте на краткие итоги. Ну что, если подытожить управление Столыпиным. Столыпин это был, похоже, последний премьер-министр Николая Второго с действительно большим государственным умом, который не... Это утро под серебряным дождем. Давайте подведем небольшой итог сегодняшнего разговора с Андреем Максеновым. Итак, Андрей, что по Столыпину, что в итоге мы можем сказать? Почему не случилось? Ну, наверное, подытожить можно Столыпина так, что это, пожалуй, был последний премьер-министр в Российской империи у Николая Второго действительно огромного государственного масштаба человек. Человек, который не боялся тяжелых решений и брал на себя ответственность за них. Который думал о государстве в перспективе десятилетий вперед. И больше таких премьер-министров у Николая Второго, собственно говоря, не было. И, значит, за это он, безусловно, заслуживает уважения. При этом, ну, что тут можно сказать, что когда он начал реализовывать, собственно говоря, все свои идеи, твердо идти к тем целям, которые он себе наметил, Николай Второй начал ощущать, что он попадает на второй план. Что как будто Петр Аркадьевич Столыпин становится главной фигурой в государстве. А Николай Второй становится на фоне. И ему это не нравилось. И разные люди из его окружения начинали говорить, что это неправильно, потому что у нас во главе государства все-таки должен быть император. И император охладел к своему министру за несколько лет. Он его уважал, но как бы все время у него было в голове, что как будто Столыпин уже становится больше, чем я. То есть он ревновал. Да, 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 совершенно верно. Это такая была государственная ревность. Это отсюда, Андрей, прошли. Да, я ему тоже говорил, но жена в меньшей степени. Ну, в общем, ситуация была в том, что Столыпина, да, его убили. Можем отдельно про это как-нибудь поговорить. Я как раз хотел сказать, мы не успеем сейчас, Андрей. Это отсюда конспирологическая теория, что его свои же убрали? Ну, конечно, конечно, отсюда, да. Но факт состоит в том, что он умер на посту премьер-министра с большим уважением как бы от всех. Но дело в том, что если бы его не убили, то он, собственно, сам говорил, что я чувствую, что меня скоро отправят в отставку, потому что я как бы перестал чувствовать доверие со стороны государя. Вот. Так что это тоже большая трагедия. Опять-таки. Потому что даже если бы его не убили, отправили в отставку, как бы Николай II лишился бы своего, наверное, одного из самых преданных слуг. И одного из самых людей, которые любили Россию. Ну, может быть, глядишь, Временному правительству тогда было бы попроще, потому что если бы в него вошла такая фигура, как Столыпин... Ну, он бы не вошел, он бы не вошел во Временном правительстве. Не думаете? Вообще, проведен он свои реформы, было бы в Временном правительстве или нет. А почему его не взяли бы, Андрей? Ну, Временное правительство не взяло ни одного министра бывшего царского правительства, потому что, с их точки зрения, царские министры — это страшное наследие кровавого режима предыдущего, коррупционного. Ну, слушайте, исходя из реформ Столыпин, Столыпин мне не представлялся сильным монархистом. Ну, нет, он, безусловно, монархист, но он, безусловно, либерал, естественно. Он сторонник парламентаризма. Он об этом много раз говорил открыто. Ну, поэтому его называли... Нормальный монархист. Поэтому его называли одним из самых прогрессивных людей, в общем-то, того времени, в каком-то смысле. Правильно? Спасибо. Спасибо, Андрей Аксенову, ведущий исторических подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Автор книг по истории, номинант премии «Просветитель» и сделанного в России, был в эфире «Серебряный дождь». Спасибо огромное. Спасибо вам большое, Андрей. Хорошего вам дня. Ну, что же, сразу после нас встречайте Виктора Набутова. У него сегодня в гостях Юлия Черепанова, директор Forbes Education. Понятное дело, что в преддверии нового учебного года, который уже, в общем-то, наступил, не в преддверии, он уже наступил, нельзя не поговорить о тех изменениях, которые у нас наблюдаются как в начальном, так и в среднем, так и, конечно же, в высшем образовании. Меняются предметы. Вот, говорят, вместо информатики тебе труд и семивидение возвращается. Это тоже важно. Вот, я думаю, что Виктор Кириллович сегодня это и обсудит. Нервный смех. Да, ну, это нормально так. В 11 часов утра, час легкой электронной музыки, авторская программа Паши Кириллова «Music is the answer», как такая вишенка на торте информационного вещания, который смешается как раз-таки классической музыкой. Ну, а мы с вами прощаемся. Прощаемся до завтра. Завтра пятница. Начнем с музыки, с какой я еще не знаю, сам не придумал. Но что-нибудь глядишь и соображу. А с вами сегодня были Татьяна Котина. И Андрей Усипов. Счастливо. Хорошего вам дня, дорогие друзья. А пока. Субтитры создавал DimaTorzok